Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы поговорим о том, друзья, как настраивать монтировку экваториального типа EQ1 и EQ2. Вопрос, достаточно часто возникающий у начинающих любителей астрономии, не всегда понятно по инструкции, как же это сделать, мы покажем в сегодняшнем видео это наглядно. Поехали! Что ж, друзья, каждый из вас, приобретя свой первый телескоп на экваториальной монтировке, я уверен, что испытывал трудности с её настройкой в первые разы наблюдений за звёздным небом. Зачастую инструкции по настройке монтировок экваториального типа располагаются на нескольких листах, друзья, руководства к эксплуатации с телескопом, что может несколько обескуражить новичка в астрономии. На самом деле всё не так страшно, как может показаться, глядя на длинные простыни текста. Сегодня мы покажем наглядно, как настроить простые монтировки экваториального типа EQ1 и EQ2, и, друзья, убедимся с вами, что это вовсе не сложно. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и нажимать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нём. Ну а мы начинаем! Простые экваториальные монтировки типа EQ1 и EQ2 представляют собой устройство для управления телескопом в экваториальной системе небесных координат с механизмами тонких движений по двум основным осям для наиболее точного наведения оптической трубы на необходимый объект и ведения его по небу, то есть компенсацией суточного вращения Земли. Монтировки EQ1 и EQ2 комплектуются, как правило, лёгкой двухсекционной алюминиевой треногой и имеют максимальную допустимую нагрузку в 3,2 и 4,1 кг соответственно. Устройства поставляются в разобранном виде и требуют сборки и предварительной настройки. Во-первых, следует установить удлинительные ручки на червячный механизм тонких движений оси прямых восхождений или по-другому часовой оси, отвечающей также за ведение объекта по небу. Каждая ось, доступная к регулировке на данном типе монтировок, как и эта, имеет возможность грубого перемещения, необходимую в основном для предварительной настройки. Во-вторых, то же самое необходимо проделать и со второй осью, осью склонений. Обе оси оснащены координатными кругами, с помощью которых в дальнейшем можно найти искомый объект на небе, даже не заглядывая в окуляр телескопа. В-третьих, необходимо установить штангу с противовесом для балансировки оптической трубы. В случае потребности снять противовес или добавить дополнительную массу, сделать это можно, не демонтируя штангу через заглушку на её внешнем конце. После этого наша монтировка собрана и готова к дальнейшей настройке. Стоит отметить, что экваториальное устройство имеет возможность настройки и в азимутальных координатах. Регулировка в горизонтальном направлении осуществляется за счет поворота всей монтировки относительно треноги при ослаблении крепежного винта, а в вертикальном с помощью полярной оси, необходимой также для установки широты места положения наблюдателя. Перед окончательной настройкой остается только установить на монтировку оптическую трубу и, что важно, установить все аксессуары, которые вы планируете использовать в работе – искатель, окуляр или камеру, после чего можно приступать к балансировке телескопа. Для начала установим полярную ось на широту от 15 до 30 градусов, ослабим фиксаторы осей склонения и прямого восхождения, установим трубу с противовесом горизонтально и затянем фиксатор направления склонения обратно. Теперь с помощью перемещения противовеса вдоль штанги необходимо добиться равновесия конструкции в любом положении трубы, после чего можно зафиксировать противовес в нужной точке. Далее установим полярную ось на широту в диапазоне между 60 и 75 градусами, ослабим фиксатор часового направления, расположим телескоп так, чтобы штанга противовеса оказалась в горизонтальном положении, после чего необходимо снова затянуть винт оси прямых восхождений. Отпустим прижимной винт оси склонений и установим опсическую трубу горизонтально. Теперь, в зависимости от направления поворота трубы, ее необходимо переместить между крепежными кольцами в противоположную сторону. Как только она перестанет вращаться, необходимо затянуть хомуты и фиксатор оси склонений. В нашем же случае телескоп оснащен фиксированной крепежной пластиной, расположенной производителем как раз в месте центра тяжести трубы при условии использования легких окуляров. Балансировка прибора завершена. Далее следует полярная настройка. Полярная звезда расположена в пределах 1 градуса от северного полюса небесной сферы. На самом конце ручки, созвездие малого ковша или по-другому малой медведицы. Нам необходимо выровнять положение монтировки с помощью регулировки высоты опор треноги. Идеальным было бы использовать для этого пузырьковый уровень. Теперь направим полярную ось в сторону полярной звезды через вращение в горизонтальном азимутальном направлении. Установим на ней значение широты вашего местонахождения. В нашем случае это 59 градусов. С помощью регулировочного винта и затянем фиксатор. Далее ослабим прижимной винт оси склонений и повернем оптическую трубу телескопа так, чтобы ее положение оказалось параллельно полярной оси. При этом напротив координатного кольца на оси склонений должно оказаться значение 90. После этого можно затянуть фиксатор. Теперь необходимо еще раз отрегулировать положение трубы в горизонтальном азимутальном направлении так, чтобы в центре поля зрения прибора оказалась полярная звезда. В случае если светило по каким-либо причинам недоступно для наблюдения, направьте телескоп по азимуту в сторону северного направления с помощью компаса. На этом настройка монтировки завершена. Перемещать штатив или пользоваться горизонтальной или полярной осью нельзя. Для наведения на объект и его гидирование следует использовать только оси прямого восхождения и склонений. В противном случае настройку монтировки придется производить заново. Как мы и говорили ранее, отрегулированная монтировка позволяет производить поиск объектов практически не глядя в окуляр, ориентируясь лишь на координатные круги на основных осях. Однако для этого необходимо произвести несложную калибровку круга часовой оси, на котором обозначены часы от 1 до 24 с ценой деления 10 минут. Шкала с внутренней стороны используется для работы с телескопом в северном полушарии, а на внешней в случае местонахождения наблюдателя в южном. Для настройки координатного круга достаточно найти какую-либо яркую звезду на небосводе, экваториальные координаты которой вы знаете. Расположить ее в центре поля зрения телескопа и повернуть круг так, чтобы указатель соответствовал значению координат светила на оси прямого восхождения. После этого наша монтировка настроена окончательно. Итак, друзья, вот мы и настроили наши монтировки экваториального типа, простого плана наподобие EQ1 и EQ2. Как вы сами могли убедиться, ничего сложного в этом нет. Все, что вам требуется, немного терпения и чистое небо над головой. Таким образом, друзья, вы сможете в полную силу пользоваться функциями экваториальной монтировки и осуществлять ведение объекта по звездному небу лишь одной ручкой, отвечающей, друзья, за тонкий механизм движения по оси прямого восхождения. Я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео или вам есть что добавить к теме сегодняшнего выпуска, обязательно все это оставляйте в комментариях. Давайте общаться и делиться информацией. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупки в интернет-магазине AppServer MSK. Приобретайте Opticus AppServer по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok